Скандальную историю, связанную с недовольным клиентом и киевским салоном красоты. Дуже холодный бешебл. Прямо свежее окрашивание, это вообще совсем не тянет. Подать в Инстаграме, что это холодный блонд. За 10 тысяч гривен. Всем привет, девочки и мальчики. Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Жанна, я парикмахер. Сегодня мы с вами будем разбирать одну очень-очень скандальную историю, связанную с недовольным клиентом и киевским салоном красоты. Поэтому, если вас интересуют такие истории, у меня есть целый плейлист, где мы разбираем всякие трэш-ситуации с салонами, парикмахерскими и так далее. Не буду вас долго томить, потому что это очень длинная и очень интересная история про неудачное окрашивание. Девушка в своем тиктоке, тикток Оля-Оля, нам будет рассказывать о своем неудачном опыте посещения салонов красоты. Итак, самый первый тикток, который касается этой темы, что девушка пришла с вот такими вот волосами, да, и вот то, что сделали якобы холодный блонд. Но вот когда она идет сзади то, что это выглядит, выглядит как будто это сделанный аэртач, который отрос. Его сделали месяца 4-5 назад, и вот он отрос. Но, честно говоря, на свежее окрашивание это вообще совсем не тянет. Не могу понять, почему не проработали хорошо при корневой зоне. Но давайте послушаем непосредственно сам рассказ. Прошла я, значит, в салон. Зміна на оболоні в Києві з отакими моими волоссями. Попросила їх зробити мені холодний блонд. Але не повністю, а типу по схеме цей аэртач. Все-все, домовились супер, ціна, звичайно, кусалася. Думаю, блін, ну це ж крутий салон, краще, напевно, туди піти. А, як ми бачимо, ось фото до. В принципе, в мене тут видно, що трошки навіть холодний. Питон, і я мастера попередала. Когда я увидела фото до, і мне єсть, що сказати. І так, то, що ми видим, я не знаю, яка техника до цього використовувалась. Це може бути хантач, це може бути шатуш. Таке впечатлення, що, можливо, ділялося до цього дівшки міліровання. Ну, це дуже похоже на міліровання. Либо якісь дуже крупні пряди осветлялись, і в итоге це все так сросло. Але зразу хочу сказати, коли у вас така неровна база, і де-то бежененький, де-то жёлтенький, де-то тёмненький, де-то серенький. В целом, за один раз идеально белого или светлого полотна очень-очень сложно достичь. Либо же, ну, там, вы должны быть в салоне, не знаю, там, 5-7 часов провести. Потому что для того, чтобы не повредить такую длину, хочу заметить, что у дівшки шикарная длина, то есть в прикрашенном блонде это считается супер-супер хорошо. Ну, если клиент хочет однотонный какой-то оттенок, да, по-хорошему, как это должно быть, или как я, допустим, в таких случаях делаю, нужно было выбрать вот эти бежененькие прядки, не знаю, на 2-х или на 1,5% осторожно их осветлить до того фона осветления, который у неё, вот, который называют холодный. Просто это очень светлые пряди, поэтому большинство клиентов, да, нам в случае говорят, что это холодный оттенок. И только-только после этого уже всё вместе это тонировать. Безусловно, работа эта, ну, супер-супер аккуратная. Обычно в таких случаях с клиентом она развивается на несколько частей. То есть сначала мы, допустим, выбираем 50% вот этих вот бежевых прядей, да, и общий тон становится более холодным. А только потом, при коррекции, да, того же самого AirTouch, 4-5 месяцев мы уже делаем, ну, как бы ещё дополнительно осветляем пряди. Но давайте послушаем, что случилось дальше, да. Просто я считаю, что очень важно, какой исходник у клиента. Вот, ещё хочу обратить внимание, что вот эта фотография до у клиента, да, она сделана против окна. Когда мы фотографируемся, девочки мои хорошие? Напротив окна, цвет у нас, напротив дневного цвета, он становится автоматически холоднее. То есть часто в этих историях, да, клиенту, понятное дело, показывают свои старые фотографии. Вот, но всегда, когда вы фотографируете волосы напротив окна, оттенок будет холоднее. Давайте посмотрим дальше, но это важно, не вам запомните его. Потому что я ненавиджу жовті пшеничні, руди, кольори теплого тона, мені холодный. Майстер сказал, без вопросов, всё будет так, как вы хотите. В результате, ось, яка я вийшла, в принципе, я уже бачила, что есть теплий питон, но она мне сказала, что, может, вы помыете волосы и станет лучше, не будет этого жовтого такого более подтону. Ну, ось я после первого мытья, как мы бачим. С помощью того, что мастер сказал, что, типа, помойте голову, дома и станет лучше. Ну, как бы холоднее от мытья головы не становится, становится всегда только теплее. Но, ось, знаете, это, короче, страх большинства парикмахеров, когда приходит клиентка, и она даже в самом белом блонде, да, пытается найти какую-то желтинку. Вот, и с того, что я вижу на фотографии. Возможно, эту фотографию делали те же умельцы, которые делали фото до. Ну, оттенок кажется не супер белым, не супер холодным, но он все-таки относится к холодному спектру. Дело в том, что большинство клиентов у нас, да, они не понимают о том, что холодный блонд, вот такой вот как там с Инстаграма, там с Пинтереста и так далее, это полностью выбеленные волосы без какого-либо пигмента внутри. То есть, это полностью пустая структура, которая, она выглядит очень красиво, ну, там первые несколько месяцев, потом это все чудо обламывается, и мастера грамотные, хорошие, они отговаривают клиентов от того, чтобы выбеляться просто до 12 фона осветления, потому что, как мы видели у девушки, до вот эти супер светлые прядки, опять же, мы судим только по фотографии, в жизни они могли быть темнее намного, да, но вот на фотографии до вот эти супер светлые прядки, но это же 11 фон осветления, то есть это супер-супер белый, возможно, девушка хотела всю голову такую, но мастеру не хватило ума или как-то больше провести бесед с клиенткой, которая говорит, что я там ненавижу все желтое, теплое, рыжее и так далее, вот, потому что такие ситуации мы с вами разбирали на моем канале просто неоднократно, клиенты просто не понимают о том, чтобы остаться и с блондом, и с волосами, ну, грамотный мастер не должен выбеливать просто до состояния белой стены. Как мы бачим, я начала ставать желтою пшеничного колью, те, что я не хотела. Я после первого митя одразу написала в салон, что это не то, что я хотела, вибачьте, мне не понравится. Как вы можете виправить эту ситуацию? Вони меня запросили на консультацию. Когда я вижу, ну, такие фотографии выглядят, честно говоря, это как будто бы тонировки уже, типа, месяц. Понятное дело, что если это смылось, как бы, тонировочка, да, спустя, там, первое матье головой клиента, так не должно быть. Безусловно, тонировка, это не вечная история, да, многие клиенты, как бы, утверждают, что вот это не то, что я хотела, или, там, через месяц, или через две недели начинают давать. С любого блонда тонировка смывается, не то, чтобы мастер плохой, или клиент какой-то не такой, нет, это просто то, как работает окрашивание. Не смывается, только черный палет, понимаете, все остальное девочки смываются. Особенно с блонд, особенно с осветленных волос, которые так пустые. Из них любая краска просто вылетает. Словно, если бы было бы две недели назад, такое произошло, да, с девушкой, вот она там через две недели, короче, какие-то претензии к салону предъявляет, я бы сказала, что вот здесь клиент, назначено, не прав. Но поскольку это произошло сразу после, там, после первого матья, конечно же, ну, типа, такая ситуация ненормальная. Я подозреваю, что, как во всех дорогих салонах, тонируют клиенток делать просто цветовую баню. То есть кладут в раковину, какую-то полуперманентную краску разводят вместе с окислителем, водичку, шампуньку туда, и вот это все вот так подержали. Клиент ушел, все, заплатил, до свидания, до видения, милого дня. Про клиента вообще уже, типа, забыли полностью. Прошла я на консультацию, и, конечно же, мне сказали, что вы слепа, это холодный питон, вы что не видите? Ну, мне там намагались переконати, что это холодный блонд. Холодный беж, они сказали. Но я замовляла холодный блонд, алло. Ну, думаю, добре. Кажу, что вы можете сделать? Мы можем вас потоновать, но это ничего не изменится. Пофарбовать мы вас тоже перефарбовать не можем, потому что это лиса, все волосся опаде, потому что это сначала его снова в белый выводить, и это очень шкодит волосся. Я говорю, так выбора нет, поверните мне какую-то сумму денег. Они пошли консультовать с хозяйкой, а хозяйка сказала, нет, тут все идеально, это холодный. Ну, это, конечно, что-то новенькое, девочки. Такого у нас еще не было. Хочу вообще сказать, да, вот мы сейчас увидели это крашивание вблизи, я могу сказать, что мастер молодец, потому что он выровнял тон. То есть перестало оно быть вот такое вот рябое, да, и оно стало одного тона. Почему мастер? Возможно, не знаю, мастеру проблемы какие-то с коммуникацией с клиентом, или они не могут это клиенту объяснить. Но в данном ситуации затонировать в такой вот бежевый оттенок, это правильно, потому что вот эти супер белые прядки, они станут теплее, а вот эти, которые были такие вот, да, немножко корябые, такие рыженькие, они тоже вот, ну, оно выглядит визуально, да, волосы после этого приема выглядят как одно полотно. Ну, за исключением вот этой вот странной истории, короче, на макушке. По поводу того, что мастера говорят, что если мы там вас еще раз сейчас осветлим, вы останетесь лысой, ну, это, ну, и правильно говорят, невозможно бесконечно осветляться, просто девочке невозможно, и ходить за длинными волосами. У девочки серьезная длина. И в данном случае, как бы, повредить такую длину, это будет просто преступлением, вот. За 10 тысяч гривен, стоит ли эта работа 10 тысяч гривен? Ну, наверное, она не стоит. Но я хочу отметить, дело в том, что в комментариях, где девчонки говорили непосредственно про какую-то эмоциональную там составляющую, я хочу прокомментировать это исключительно как парикмахер. С точки зрения парикмахерского искусства, мастер сделал правильно, что затонировал бежевый, просто клиенту это надо было донести, сказать, что вот, смотрите, у вас такая ситуация, у вас вот тут такой оттенок, тут такой оттенок, давайте выровняем, сделаем там бежевый блонд, да, на следующий раз мы там уже сделаем вам тот холодный блонд, который вы хотите. А понятное дело, что если вы клиенту пообещали холодный блонд, она ушла с бежевым, который она не хотела, понятное дело, она потом будет выставлять претензии, потому что я не могу сказать, что в данном случае здесь как-то виноват клиент или виноват мастер, но все-таки от мастера зависит то, как будет настраиваться вот эта коммуникация, с клиентами, как вообще донести и очень важно я безусловно у меня тоже были такие клиенты в начале моего пути, когда мне казалось, что у меня получится или там в начале пути разное бывает понимаете, девочки и в таком случае я поняла уже для себя, для своей дальнейшей карьеры лучше всего говорить честно и говорить как оно есть, ну вот что если не получится сегодня там тот жемчужный блонд, который хочет клиент не нужно этого объяснять обещать нужно просто объяснить, как будет и что будет но безусловно я не знаю просто как не могло руководство, мне было бы интересно очень услышать, что руководство вообще думает по поводу этого, поэтому если вы где-то работаете в этом салоне, свяжитесь со мной мне было бы интересно услышать вашу сторону но из того, что я вижу как бы то, что мне нравится вот фото, подавите за это я заплатила не вот таких вот фотографиях, когда перекинута на какую-то часть да, волосы тут ничего нельзя увидеть кроме оттенка ничего, но когда мы видим, когда девушку вот сзади или кто-то или она сама себя так фоткала или может быть кто-то из подружек мы видим, что очень хорошо выровненное полотно под цвету просто клиенту это надо было объяснить, что за один раз из того, что было не получится следующий нюанс такой есть, что в салонах не умеют качественно, грамотно тонироваться и у меня на канале есть очень много видео как затонировать себя грамотно, качественно когда ваш цвет будет носиться целый месяц вам не придется каждые две недельки бегать в салон красоты но понятное дело понятное дело, что девушка сравнивает, что это мое до и оно сфотографировано напротив белого солнечного естественного освещения и после где-то дома ну, знаете, если я себя тоже сфотографирую в десяти разных локациях в квартире у меня тоже будет разное как бы освещение разного цвета волоса даже если натуральные волосы русого оттенка или какого-то темно-русого взять, сфотографировать они будут с разными в зависимости от освещения на солнышке где-то золотистые на каком-то, не знаю в естественном освещении такие, там такие но в целом то, что тонировка смывается и клиент недоволен это все-таки сигнал к салону красоты чтобы они, не знаю или поменяли свой метод тонирования волос или для того, чтобы они просто задумались о том как можно улучшить там свой сервис, да потому что все-таки если быстро смывается с окрашенными у меня таких не было никогда проблем может быть были когда-то в начале пути но вот в последнее время у меня не было просто таких проблем с клиентом потому что я тонирую по классической технологии никаких цветовых банек никаких пенных банек никаких вот этих чудо-коктейлей которые льются на голову клиенту в раковине, да а просто классическое тонирование на полувлажные волосы ну там в зависимости от бренда в Голду или на полувлажные и все прекрасно держится матчик вообще угодно полтора месяца держится поэтому... они все выделяли почистили всех блокировали ну я зрозумела что тикток мне в допомогу я виклала в тикток відео дякувати воно залетіло зараз всі ми бомбимо их відгуками в гугл потому что в инстаграме они блокуют всі коментарии и всех людей також я бачила что цей салон рекламуют блогеры я написала блогерам чекаю відгук від них найбільше чекаю відгук від Катери Пяхової це дружина Віктора Павлика вона их рекламует дуже постійно и я ей... ну для меня на самом деле это достаточно странная история просто я не... понятно дело что девушка расстроена но я просто человек другого склада характера а если мне там больше че-то короче не нравится и так далее я больше туда не пойду но безусловно я не снимаю вину салона в плане того какой-то там ценник они поставили типа все это дорого за такую работу да типа дороговато с другой стороны я себе ставила цель почистить базу я не знаю как работал мастер но еще он реально так как я думаю как правильно сделал выбрал вот эти вот отдельные типа прядочки отдельно осветлил а те части оставил вот ну супербеленькие которые оставил я не трогала потом это все затонировал беж это очень грамотная и хорошая работа но в данном случае я лично ну никогда у меня не было такой ситуации даже вот когда мне там губы испортили в этом лазерхаусе и так далее просто ну там рассказала на свою аудиторию рассказала всю эту ситуацию и все у меня никогда не было там желания не знаю им там поставить попросить свою стотысячную аудиторию на ютубе знаете поставить им там короче колы в отзывах гугла ну просто я типа человек другого характера и меня это немножечко удивляет вот но в целом все реагируют как бы по-разному на эту историю но на самом деле я бы этим конечно не занималась просто бы слава богу что в этом в этом случае да у девушки просто шикарная длина осталась начатка прямое включение что еще не чувствую в этой ситуации заходите дивиться все попередние частины но я вас очень прошу скаржитесь на эту публикацию она не отвечает действительности это было после моего фарбирования но это не рутовик колер и это не какой-то там суперрыжий но просто большинство девчонок когда им знаете там сделают нехолодный блонд и все остальное это кажется рыжим но это реально теплый типа оттенок после того как оно смылось да здесь претензии конечно к салону красоты что они там как они тонируют очень интересно на какой косметике они работают вот но то что это не рыжий это однозначно меня как бы больше всего ладно-то это полбеды меня больше беспокоит почему девушка не волнует вот эта вот зона которая выглядит как будто у нее уже все давным-давно отросло потому что на мой взгляд если это техника ртач она должна быть максимально близко к корню одразу після першого митя я стала рудого кольору про что сказала салону написала не вони відмовились сказати что это рудый они заявляли что это холодный блонд а это уже друге митя как вы бачите и я вас постоянно скажетесь на эту публикацию потому что брехливая так я была так после фарбирования но я сразу сказала что после фарбирования я бачу желтый пигмент то что мне не подобается она сказала что это пройдет с митем волосся оно не прошло а стало только гирше поэтому чтобы не вводить вас в уману я очень вас прошу всех я верю в силу тиктоку и инстаграму давайте скажетесь на этой публикации потому что это уже вся эта ситуация как они сделали красиво на фотографиях у девушки там вообще какой-то жемчужный блог это совершенно не то же самое что у него в реальности там вообще прям белюсенький такой но что знаешь фотографировать или слабо или напротив дневного света оттенок будет вообще максимально холоднючий и так далее но ты не знаешь что так будет в жизни но в целом я не думаю что салону красоты в плане если у них там отзывы я знаю что как-то директора красоты как-то умеют удалять эти отзывы в гугл и там спустя какое-то время да они ну их как-то убирать я не думаю что это как-то типа сильно будет эффективно но для меня вот что больше всего как бы в этой ситуации это то что ну просто они не объяснили клиентке как там ухаживать дома за волосами да что тренировка может смываться просто ну клиенты которые регулярно ну 300 понимаешь сейчас цены на все выросли да в том числе на парикмахерские услуги на услуги в индустрии красоты но тренирование делать необходимо регулярно и в данном случае девушка затонировалась шампунем шампунем каким-то оттеночным это тоже имеет право на существование в уходе для волос но как мы видим только в некоторых местах я не знаю трохов в местах эти мастеры или нет в целом лягло но достаточно неплохо вот это домашнее тонирование если бы сделали они изначально в салоне красоты с нормальным вариантом тонирования когда это не в раками не делается а когда делается сидя в кресле когда клиент на подсушенные полувлажные волосы наносит тонировку держит 25 минут смывает наносит маску кондиционер и потом только сушит и укладывает таких бы проблем наверное у салона красоты не было но в целом если вы идете на такую технику кайртач балаяш и так далее вы должны понимать что вам придется рано и вы не сможете если у вас там нет каких-то особых навыков вы не сможете постоянно тонироваться какими-то шампунями вы не сможете постоянно как-то избегать тонирования вам все равно придется идти в салон красоты если безусловно у вас нет таких возможностей или желания я понимаю что здесь супер дорогой стало за последние несколько лет то конечно постарайтесь сделать это самостоятельно у меня на канале есть очень много видео про краски для волос про тонирующие краски как я себя крашу покажу оттенки формулы и так далее поэтому надеюсь вам это будет полезно в общем вот такая была история как вы думаете что это окрашены 10 тысяч или нет кто прав девушка или салон будет очень интересно все всем спасибо за просмотр и всем пока пока